Здравствуйте! В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Нина Батырева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Восемь аварийных домов, расположенных на территории Кандалакши, в ближайшее время сравняют с землей. Администрация города провела аукцион на выбор подрядной организации, которая займется сносом расселенных бараков. Заявка, как уточняет пресс-служба администрации, на осуществление этой деятельности поступила от ООО «Кандалакшская перерабатывающая компания». В течение 10 дней после проведения аукциона, а это уже на следующей неделе, с заявителем будет заключен муниципальный контракт на общую сумму 2 миллиона рублей. Согласно техническому заданию муниципального контракта, подрядная организация должна выполнить снос восьми аварийных зданий, расположенных по следующим адресам. Кировская, 22, Данилова, 26, Советская, 20, Шевчука, 22, Полярные Зори, 33, Шевчука, 20, Кондрашкина, 17, посёлки Невский и Школьный проезд, 9. Кроме этого, в обязанности подрядной организации входит вывоз строительного мусора и работы по планировке территории. Социальная норма потребления электроэнергии на территории Заполярья применяться не будет. Соответствующее постановление уже подписано главой региона Мариной Ковтун. Напомним, право регионам самим решать, устанавливать ли социальную норму на электроэнергию или нет, закреплено постановлением правительства Российской Федерации. Власти Заполярья решили норму не применять. Не устанавливать и не применять на территории Мурманской области социальную норму потребления электрической энергии в отношении населения и приравненных к ним потребителей, говорится в тексте постановления. Ознакомиться с полным текстом документа можно на сайте регионального правительства. Сегодня в Малом зале администрации прошло очередное совещание по вопросам ЖКХ. Зимний период остался позади, а с ним и жалобы на плохое отопление в квартирах Кандалакшан. Зато свои проблемы есть и у весеннего времени года. Ими было посвящено сегодняшнее заседание. Таяние снега в нашем городе уже стало причиной образования достаточно большого количества луж самого разного размера. Причиной тому предшествующие обильные снегопады. Но сейчас, по словам администрации, проблема активно решается. Дорожники снег вывозят, работают по ночам. Представитель народной экспертизы также обратила внимание управляющих компаний на количество песка возле тех подъездов, где снег уже растаял. В целом, больших проблем с жилфондом на совещании отмечено не было. Поступающие заявки выполняются в штатном режиме, а их количество сравнительно невелико. Кандалакшский индустриальный колледж приглашает выпускников и их родителей на День открытых дверей. Здесь можно будет узнать все о доступных специальностях и условиях обучения. Для всех желающих узнать больше о Кандалакшском индустриальном колледже, учреждение приветливо распахнет свои двери 4 апреля ровно в 14.30. Здесь можно будет не только получить информацию по доступным специальностям, но и узнать больше о самом учебном заведении. В День открытых дверей мы, как правило, показываем все наши лаборатории, учебные полигоны, нашу уютную столовую с буфетом, учебные кабинеты, спортивный зал, тренажерный зал оборудован современными спортивными тренажерами и презентацию в видеофильм о нашем колледже. Все представленные специальности дают возможность будущим выпускникам устроиться на хорошую работу. К примеру, в специалистах энергосбережения по отраслям заинтересованы такие предприятия, как «Каскад Невских ГЭС» и «Кандалакшский алюминиевый завод». Обучение здесь бесплатное, студентам выплачивается стипендия, а иногородним предоставляется общежитие. Всего в будущем учебном году планируется набрать 225 студентов на базе девятых классов и 25 обучающихся на базе одиннадцатых. Кто ответит за изуродованную машину? В «Кандалакше» ночной лихач лишил мать троих детей транспортного средства. Горожан призывают помочь найти виновника аварии на Ниве-3. Машина, оставленная на парковке возле кафе «Дворик», разбита практически в смятку. Такую картину с утра 30 марта увидела хозяйка транспортного средства. Как призналась она сама, до сих пор пребывает в шоке. О восстановлении изуродованного авто речи и быть не может. Дешевле новую купить. Правда, пока Александра, воспитывающая троих детей в одиночку, не может себе позволить приобрести другой автомобиль. Спасти ситуацию поможет страховая выплата, но для ее получения необходимо найти виновника аварии. Девушка очень надеется на помощь земляков. Может, кто-нибудь из них был свидетелем столкновения или видел у себя во дворе машину с характерными повреждениями. «Была, скорее всего, тяжелая какая-то иномарка. Это мое предположение. Темно-синего цвета, перламутровый металлик такой. Ну, и все, собственно, у меня больше информации нет. Скрылась она, скорее всего, в сторону Шевчука, туда, в сторону Чкалова. Это предположительно тоже так. Если люди будут видеть или знают местонахождение этой машины, этого человека, хотелось бы, чтобы Кандалакшане могли мне найти этого человека, эту машину, чтобы мне все-таки выплатили деньги». Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о данном происшествии, Александр просит обратиться в ГАИ или позвонить ей лично по телефону 8-911-319-9202. Будущие инженеры, конструкторы и программисты собрались накануне в Энто-Шавега. Там прошли первые муниципальные соревнования по робототехнике. Школьники самых разных возрастов познавали азы программирования и собирали свои конструкции роботов. Робототехника – новое актуальное направление. И сомнений нет, безумных машин совсем скоро будет просто не обойтись. Именно поэтому уже сейчас делается большой упор на развитие инженерно-технических кадров. Ведь роботы сами по себе не появятся. Их необходимо придумать и собрать. Это достаточно трудно, но очень интересно. Мы давно говорили о том, что в нашем муниципалитете нужно активизировать работу по развитию робототехники. Потому что до сих пор наши дети только принимали участие в региональных соревнованиях. Мы понимаем, что для того, чтобы достичь более высокого уровня, нам нужно развивать это на уровне муниципалитета. Пока в этих соревнованиях участвуют только два учреждения дополнительного образования и одна школа. Но кроме того, к нам присоединились детские сады. Они могут участвовать на площадке конструкторское бюро «Домашние роботы» и представлять уже те модели, которые они собрали из конструкторов «Лего» у себя дома или в детском саду. Будущие программисты, а пока еще детсадовцы, вместе с воспитателями подошли к вопросу творчески. Получилось настоящее «Лего-царство». Космический корабль, сказочная поляна. Мини-макет Книжегубской гидроэлектростанции. Пока взрослые с восхищением рассматривают выставочные экспонаты, малышня не теряет время. Разноцветные кусочки пластика превращаются в причудливые фигуры. Пофантазировать предложили и ребятам постарше, но на заданную тему. Участникам площадки «Первый шаг в робототехнику» необходимо было придумать и собрать за отведенные полтора часа любое транспортное средство – легкое, мобильное, функциональное. Для участников второй площадки задачка посложнее. Не просто собрать из мелких лего-деталей фигурку гимнаста на турнике, но и запрограммировать его. Заставить двигаться и выполнять на тренажёре различные фигуры. Будущие инженеры-конструкторы работают в паре. Так говорят проще. Пока один занимается поиском нужных элементов, другой, сверяясь со схемой, пристраивает их туда, куда нужно. От заданных параметров отходить нельзя. Как собираются роботы и на что способны простейшие машины? Ответы на эти вопросы отлично знают участники площадки движения по траектории. Основное действие развернулось на большом белом листе бумаги, где роботы должны чётко двигаться по чёрной линии. Сначала машины собирали. И с этим как раз никаких сложностей не возникло. Трудности начались потом. Механизм требовалось оживить, заставить двигаться по определённому маршруту. Немного поколдовав над роботом, изменив алгоритм и добавив датчиков, юные программисты добиваются нужного результата. Первые соревнования по робототехнике показали, с каким интересом и увлечением подрастающее поколение тянется к изучению точных наук и программированию. И подобные турниры – это шанс оценить свои возможности, расширить круг интересов и первая попытка определиться с выбором будущей профессии. Прогресс не стоит на месте, но за ним можно успеть. На этом наш выпуск завершён. Далее – рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи завтра в это же время.